МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Качество на контроле. В Доме правительства обсудили меры по защите прав потребителей. Бесхозные гектары. Как в Республике решают проблемы с неиспользуемыми участками? По крышкам-крышкам в Чебоксарах наладили переработку автомобильных шин. Услуги розничной торговли, общественного питания и ЖКХ. Права потребителей в этих сферах нарушаются наиболее часто. Какие меры по их защите принимаются, обсуждали на заседании Координационного совета при главе Республики. Это государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Что нужно знать при покупке меховых изделий? На что обращать внимание при выборе ювелирных украшений? И что же такое гринвошинг? Портал своего рода справочник потребителя. Предупрежден? Значит вооружен. Есть и другие способы информирования. Это горячие линии и работа общественных организаций. Их в Республике 29. Общественное объединение в основном проводит разъяснительную и консультационную работу. Оказывают практическую помощь в подготовке претензий и исковых заявлений. И сопровождают дела в судах. Возглавляет систему защиты прав потребителей Роспотребнадзор. Ведомство регулярно проводит проверки. В прошлом году около 300. Основную долю составили проверки предприятий розничной торговли. Почти 60%. По результатам проверок выявлено 386 нарушений законов. Как и ранее, основная доля нарушений пришлась на розничную торговлю продовольственными товарами. Молочную и мясную продукцию. Среди непродовольственных товаров чаще всего нарушения выявлялись при продаже продукции легкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции и средств индивидуальной защиты. Взносы на капремонт и начисление платы за предоставленные услуги основные нарушения в сфере ЖКХ. Госжилуинспекция в этом году провела уже более 400 проверок. Вопрос защиты прав потребителей касается всех и каждого. Каждый человек в сфере потребительской валенки принимает для себя ответственное решение, потому что голосует своим рублем, когда покупает разные виды товаров или продуктов питания или получает услуги. Каждому покупателю хочется выходить из магазина с качественными продуктами или товарами, а также получать качественные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работа в этом направлении в республике идет комплексная. К примеру, в офисах МФЦ стали проводить консультации по вопросам защиты прав потребителей. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Проблема освоения необрабатываемых земель, чьвашей, достаточно острая. Пока попытки ее решить не приводят к желаемым результатам. Кто виноват и что делать, обсудили на заседании правительственной комиссии по контролю и эффективности управления госимуществом республики. В Чувашии 935 тысяч гектаров земель сельхозназначения. 58 тысяч из них никак не обрабатываются. Ввод их в оборот идет очень медленными темпами. Более того, с каждым годом гектары неиспользуемых участков растут. Это связано с отсутствием, я буду своими называть так, как есть, с отсутствием в районах достоверной базы данных по обрабатываемым землям в разрезе каждого земельного участка и каждого землепользователя. При этом следует обратить внимание, что практически 69% необрабатываемой пашни находятся в распоряжении муниципальных образований. Причем в некоторых районах этот показатель достигает 90% и более. В Красноармейском, Красночитайском и Порецком районах всеми необрабатываемыми землями распоряжается муниципалитет. Если смотреть в оборот неиспользуемых сельхозземель в разрезе муниципальных районов, то видно, что за 2015-2017 годы только 4 района. Это Аллатриский, Красночитайский, Чебоксарский и Аликовский увеличили обрабатываемую площадь своих земель. У всех остальных районов динамика отрицательна. Работа по освоению необрабатываемых земель сельхозназначения муниципалитетами ведется только формально. Из-за чего местные бюджеты теряют деньги. Необрабатываемые земли в республике находятся на специальном контроле властей и всех надзорных органов. Их цель – не изъятие земельных участков, а эффективное использование. Задача на ближайшие годы – навести порядок с пустующими территориями, повысить ответственность землепользователей, в том числе и с применением штрафов. До 2021 года необходимо освоить все необрабатываемые земли в Чувашии. На заседании правительственной комиссии по контролю за эффективностью управления госимуществом республики обсудили и тему предоставления земельных участков многодетным семьям. Их в Чувашии сегодня 12 тысяч. И практически все стоят на учете для получения земельных участков. Всего за годы реализации нашего закона на кадастровый учет поставили больше 7 тысяч земельных участков. Это 63% от необходимого количества. И на сегодняшний день предоставили земельные участки, получили, то есть они на праве общедалевой собственности, 6 682 многодетные семьи. Это 58% от общего количества многодетных семей, которые стоят на учете у нас. Вопросы с предоставлением земли многодетным семьям не до конца решены в городах Чебоксара, Новочебоксарск, Шумерля и в Цивильском районе. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Вопросы развития конкурентной среды в республике обсудят на ближайшем заседании Совета по инвестиционной привлекательности. Внимание властей и субъектов на этой теме заострил президент России. Для развития конкурентной среды в республике сформировали реестр государственного и муниципального имущества. На этом ресурсе содержится подробная информация для предпринимателей. На недавнем заседании Государственного совета президент страны поставил перед властями и другие задачи. Так, к 2020 году в регионах должна быть увеличена доля участия малого бизнеса в закупках. Во всех видах экономической деятельности присутствие не менее трех хозяйских субъектов, не менее чем один из которых относится к частному бизнесу. Второе направление – это снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления. Еще одна тема совещания в Доме правительства – контроль за работой торговых комплексов и магазинов. Министерство экономического развития на правах курирующего органа оценивает, как предприниматели соблюдают нормы безопасности. С начала года специалисты ведомства проверили порядка 6 тысяч объектов. На сайте у нас министерства сформирован достаточно такой большой пакет документов, в том числе методические рекомендации именно для правообладателей торговых объектов. Также вместе с этими рекомендациями размещены типовые инструкции по действиям должностных лиц и сотрудников торговых объектов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Всем органам местного самоуправления в ближайшее время рекомендовано провести соответствующее совещание для обсуждения вопросов противопожарной и антитеррористической защищенности. Орден Красной Звезды. Спустя 73 года после победы Великой Отечественной удостоверение к награде получили родственники героя. Наш земляк Яков Инедеркин доблестно сражался на фронтах белорусского направления и чуть-чуть не дошел до Берлина. Как удалось найти давно утерянную награду, узнал Рифат Фаткулин. К сожалению, награду нашла уже не самого героя, а его детей и внуков. Яков Андреевич Инедеркин, уроженец деревни Петеркино Красночитайского района, ушел на фронт, когда ему было 34 года. Служил лейтенантом, командиром пушек стрелкового пинского полка. Дважды был ранен, но возвращался в строй. Погиб в начале апреля 45-го при фальсировании реки Одер. Уже люди ждали, что конец войны, что уже вот-вот-вот-вот. Все, наверное, думали, что война закончится, что все вернутся к семьям. У дедушки тоже четверо детей было. Он, наверное, с такой надеждой уже думал, наверное, все, Германия, река Одер, скоро дома буду. И такой, ну, родина не забыла. Награды есть, а эти награды для нас очень дорогие. Орден Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, теперь и Красные Звезды, восстановили историческую справедливость поисковики клуба «Набат» 57-й Чебоксарской школы. Именно им удалось разыскать копию наградного листа о представлении Якова Андреевича к званию Героя Советского Союза, которое командир батареи так и не успел получить. У дочери Раисы Яковлевны наворачиваются слезы на глаза. Последний раз своего отца она видела, когда ей было 7 лет. Мы очень-очень рады. То, что вот у нас мама такая, уже и возраст есть, 84. Вот на старость лет она, считай, не видела отца своего. Если бы отец был бы живой, они бы по-другому, может, жили. То вот эти награды, вот это удостоверение она на руки взяла. Для нее как будто вот такой, как золото. Она берет, у нее руки трясутся. Вот подарок, самый дорогой подарок, мне кажется, отцовский подарок, что ли, можно сказать. Полученную награду как главную семейную реликвию будут бережно хранить и передавать из поколения в поколение. До Дня Победы остается меньше месяца. В этом году традиционно пройдут концерты, выставки, акции, посвященные 73-й годовщине. Сегодня члены Оргомитета по проведению праздничных мероприятий обсудили основные моменты. В Республике после зимы приводят в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны. В ближайшие недели в муниципалитетах пройдут субботники. На всеми мемориальными объектами установлено шерство. Основными это общеобразовательные школы, учреждения культуры, администрация муниципальных образований. Реализация мероприятий по благоустройству в мемориальных объектах будет осуществляться в пределах финансовых средств, предусмотренных в местных бюджетах, а также за счет спонсорской помощи. Более 30 тысяч школьников и молодежи примут участие в таких мероприятиях, как «Сирень Победы», «Свеча памяти», «Часовой у Знамени Победы». 9 мая на Красной площади пройдет торжественный митинг и парад сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. Только вот численность состава военнослужащих может оказаться меньше, чем в прошлом году. На это есть две причины – расформирование войсковой части 3997 и выезд сотрудников на чемпионат мира по футболу. Для формирования строя сводного полка предлагаю в связи с тем, что чемпионат начинается только в июне. На подготовку к чемпионату в командировку личный состав выезжает поэтапно. От кабинета министров направить письмо в адрес министра внутренних дел Почувашской республики с обращением не только сохранить численность парадного расчета МВД Почувашской республики на уровне 2017 года, но и увеличить на 52 человека, возможно, добавив сводную коробку из женщин-сотрудников полиции. Тогда в строю будет хотя бы 19 коробок. Ну и будет, конечно, украсить строй. Самые интересные мероприятия 9 мая вы можете посмотреть в нашем эфире. Национальная телерадиокомпания будет, как обычно, вести прямую трансляцию с Красной площади Чебоксар. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Лед абсолютно всех водоемов республики опасен. Его толщина уменьшается не по дням, а по часам. Свою лепту вносит теплая погода и интенсивное течение рек. Спасатели готовы к любым экстренным ситуациям. Сегодня они вызволяли человека, провалившегося под лед. К счастью, это были учения, а пострадавшего изображал один из сотрудников МЧС. Спасите, помогите! Палу, спасите, помогите! Человек в полынье. По легенде, его заметили прохожие с берега и позвонили 112. Спасатели готовятся именно к таким ситуациям и еще раз тренируют силы и средства. Тем временем по всей республике лед тает и таит опасность. Река Сура у нас до Красных Читай. Вот с Парецкого начиная до Красных Читай уже лед ломается, вода на льду находится. Вот в Ядрине уже лед потемнел. На Волге тоже местами открытая вода. Повсюду промоены явные признаки непрочности льда. По нему спасательная группа передвигается на судне с воздушной подушкой. Также спасатели в прошлом году вытаскивали из ледяного плена рыбака около Козловки. Трижды в районе островов проваливались снегоходы. В марте уже этого года пришлось вызволять мотоциклиста и его железного коня. Поэтому сегодня на учениях, согласно легенде, выясняется, что под лед провалилась еще и машина с водителем за рулем. Спасательная группа теперь уже с водолазами выезжает еще раз. Задача ставилась в первую очередь спасти живых людей, то есть те, которые находятся на поверхности. Вот в данном случае человек держался на воде, старался выплыть. В группе два водолаза. Один уходит под воду, другой страхует, но тоже в полной экипировке, готов к спуску. Водолаз обнаружил водолаз, мы тут не перестали. Так же, как и первого, его довозят до берега и передают врачам скорой. Поедем? Как вас? Как вас смотрят? Все? К счастью, за 2017-2018 год реальных случаев с погибшими на открытых зимних водоемах не было. И чтобы не пополнить печальную статистику, ни в коем случае не стоит выходить на лед. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Опасны стоят не только водоемы, но и овраги, в которых скапливается талая вода. Трагический случай произошел вчера в Шамуршинском районе. Там утонула девочка 10 лет. Причину пока, конечно, сложно сказать, какая конкретно была. Такие печальные случаи, когда дети гибнут, это трагедия целая для семьи, для всех получается. Поэтому хотелось бы, чтобы сейчас, прежде всего, родители, ну и преподаватели заостряли внимание детям вот в этот период. Потому что ледостав идет интересно, забавно, где-то подпрыгнуть, прокатиться и все прочее. Ни в коем разе этого нельзя делать на реках. Ну и на пруды выходить сейчас категорически запрещено. Самое главное, наверное, еще раз сказать, уважая классные руководители по работе с родительской общественностью, предупредите, что снег очень быстро тает. Предупредить всех учащихся, чтобы они не посещали эти водоемы, не играли в близи водоемов. И всегда дети были под присмотром. В отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы идет капитальный ремонт. Как и где сейчас функционирует эта медицинская служба, смотрите в следующем сюжете. Это здание было построено в 1985 году. А сейчас здесь, в отделении реаниматологии, впервые проводится капитальный ремонт. Планируется обновление всех помещений и коридоров отделений, а также замена основных технических систем и коммуникаций. На сегодняшний день реанимация располагается на первом этаже боксированного отделения, где в каждой палате имеется отдельный вход. И можно сказать, что нынешние условия, в которых пока временно располагаются отделения реанимации, даже более соответствуют современным строгим санитарным требованиям, чем те помещения, в которых она находилась. Реанимационные отделения развернуты на 12 коек. В год здесь оказывают помощь более чем 500 детям. На осуществление всех работ, в том числе и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, из республиканского бюджета выделено 110 миллионов рублей. Будет увеличена площадь помещения на одного пациента. Палаты будут оборудованы по системе чистые помещения с ламинарными потоками. И мы предполагаем, что после завершения ремонта хоровод мы будем соблюдать концепцию совместного пребывания родителей с нашими маленькими пациентами. Все работы в отделении планируют закончить в июне этого года. Алексей Табинов, Борис Андреев, Республика. Этой весной в Чебоксарах собрали большой урожай автомобильных покрышек. Для чего и что будут делать с ними дальше, об этом в репортаже Ольги Пырочкиной. Покрышка обыкновенная. Встречается в зонах городских парковок в любое время года. С их помощью автомобилисты помечают свою территорию. А если серьезно, сотрудники управления экологии насчитали в Чебоксарах 9 тонн вот такого мусора. Автомобильные шины отработанные относятся к четвертому классу опасностей. Такие автомобильные шины в летний период при высоких температурах уже будут наносить дополнительный вред окружающей среде. Они будут источать запахи неприятные, а также плавиться и мешать людям в повседневной жизни. Отходы. А тем более опасные отходы надо вывозить, решили в городскую администрацию. Старший по дому Михаил Петрович и сам автомобилист. Однако он никогда не занимает место для своей машины таким образом. Вот сейчас видите? Чисто, красиво. А еще снег растает, совсем будет хорошо. А если каждый положит еще, ну я подъеду еще положу, что будет? Отходы четвертого класса опасности. Просто выбросить на свалку нельзя. По договору с управлением экологии и утилизацией покрышек занялась организация, которая специализируется на вторсырье. Сначала на специальном аппарате из шины удаляют силовое кольцо. Затем крошат на так называемые чипсы. В перспективе их планируется измельчать в крошку и после специальной обработки делать плитки и монолитные покрытия для детских, спортивных или дачных участков. Вы все еще оставляете покрышки на парковках? Тогда сотрудники управления экологии идут к вам. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. В эти дни в Москве проходит деловой форум СМИ. Качественная пресса и перспективы ее развития. Чувашу на нем представляют главные редакторы газет «Советская Чуваша» и «Грани» Владимир Васильев и Наталья Колыванова. Сегодня редакциям печатных изданий были вручены заслуженные награды. Знаки отличия. Золотой фонд прессы 2018. Причем газета «Советская Чуваша», которая перешагнула вековой рубеж, удостоена знака отличия первой степени. Высокую оценку редакция получила за наличие собственных эксклюзивных материалов и присутствие в них разных точек зрения на проблемы, жанровое разнообразие публикации, качество и оригинальность макеты, дизайна, фотографии и иллюстрации. А также за соответствие журналистских материалов, интересам целевой аудитории и наличие каналов газета в социальных сетях. Нам, кроме того, довелось пообщаться с коллегами из других российских регионов, председателем Союза журналистов Мордовии Владимиром Назаровым, председателем Союза журналистов Забайкалья Александром Потяевым, а также главным редактором газеты «Тюменская область сегодня» Александром Скобенко и другими коллегами. Эксперты здесь очень сильные, и именно их комментарии, их оценка помогает именно печатным СМИ и в следующем году находить какие-то новые направления, где-то и зарабатывать, а где-то удивлять своих читателей новыми проектами. В Чебоксарах прошел вечер памяти первой чувашской киноактрисы, писательницы и переводчицы Татьяны Бурашниковой, известной под псевдонимом Таня Юн. Архив электронной документации подготовила к этому событию ретроспективы ее фильмов и фотографий. Спортсменка, комсомолка, активистка и просто красавица – это про нее. В начале 1920-х годов юная учительница физкультуры пришла в театр и осталась с ним навсегда. Яркая и способная девушка покорила сердца не только чебоксарской публики, но и режиссера Максимова Кошкинского, став на долгие годы его женой и музой. Во многом благодаря ей в Чувашии появилась собственная киностудия. И Аким Степанович и Татьяна Степановна работали без устали. Фильмы, снятые в те несколько лет, разошлись по всему миру. Их покупали в Египте, США, других странах. К сожалению, на родине сохранились лишь фрагменты нескольких кинолент. У нас мало фильмов осталось из-за того, что были репрессированы Аким Степанович и Татьяна Степановна Максимова Кошкинские. У нас буквально несколько частей. Это одна часть «Ялвихрь на Волге», «Страна Чувашская» и «Священная роща». Поэтому эти фильмы пользуются большой популярностью у молодежи. В начале 40-х Таня Юн и Максимов Кошкинский были обвинены в шпионаже и отправились в лагеря. К счастью, ненадолго. Но реабилитации и возвращение званий пришлось дожидаться долгие годы. Все-таки у них такая сила была внутренней. Это мы чувствуем до сих пор и сегодня. Несмотря на все жизненные трудности Татьяны Степановны и Аким Степанович, все эти годы верой и правдой служили просвещению и развитию национальной культуры. В истории республики они остались первопроходцами и подвижниками чувашского кино. В преддверии такой замечательной даты, 115 лет со дня рождения чувашской киноатрисы Татьяны Юн, руководство города совместно с комиссией по номинанию улиц, включило в резерв одну из улиц города Чебоксар, которая появится в новом микрорайоне, в одном из нового микрорайона города Чебоксар. И мы эту улицу назовем именем Татьяны Юн в ближайшем будущем, я думаю, возможно, даже в этом году. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Космическая неделя на Таван-Радио. В честь дня космонавтики национальная телерадиокомпания Чувашия запускает новый проект. Как слышно меня? Таван-1. Прием. Прием. Понял тебя, Таван-2. Старт сегодня. Прием. Эту заставку можно услышать на волне 100 и 3 FM. В космическую неделю Таван-Радио собирает космический экипаж. Нужно дозвониться в прямой эфир, за 20 секунд ответить на 7 вопросов, и вы уже в команде. Игра проходит на двух языках – русском и чувашском. Каждый дозвонившийся и ставший победителем, он приезжает к нам на Таван-Радио, выходит в прямой эфир, передает приветы, получает сертификат, в котором мы вписываем его имя, фамилию и указываем должность. То есть должность, которая связана с космонавтикой. Это бортинженер, например, тот же самый космонавт, врач и так далее. Второй пилот, первый пилот. И за 4 дня мы сформируем команду космического экипажа, которая обязательно будет размещена в группе Таван-Радио ВКонтакте. То есть каждый победитель сразу появляется в нашей группе, в скафандре, в образе космонавта. Подарки на этом не заканчиваются. Победители также получают билеты в парк Николаева и музей космонавтики в Шоршево. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия.